Драма и хэппи-энд. Одна из самых обсуждаемых новостей минувшей недели вынужденная посадка пассажирского Ту-154 в республике Коми. То, что произошло уникальный случай в истории отечественной авиации. Никому прежде в ходе полета не приходилось сталкиваться с нештатной ситуацией подобного рода, чтобы одновременно отказали системы электропитания, навигации и топливные насосы. Мужество и мастерство, проявленное экипажем в экстремальных условиях, сравнивают с действиями американских пилотов, которые в прошлом году приводнили аэробус на Гудзон. Сергей Халашевский побывал на месте аварийного приземления и встретился с теми, кто, по оценке специалистов, совершил невозможное. В то утро Володя Артеев собрался в лес по грибы. Как раз возле заброшенной взлетной полосы их полным-полно. Начал собирать грибы в конце полосы. Смотрю, что-то свистит. Сразу не врубился. Что такое? Смотрю, самолет какой-то. Я думал, военный или какой-то. Откуда он полетел-то? Он оттуда полетел. Да-да-да. Сюда. Летел, начал садиться. Что он делает? Взлетел обратно. Корзинку с грибами пришлось отложить в сторону. В Ижме, где половина жителей носит фамилию Артеев, и где таких самолетов никогда не видали, аварийная посадка Ту-154-го – великое событие, которое снимают камерами мобильных телефонов. Местные водители показывают нам. По заброшенной полосе даже на машине разогнаться довольно трудно. Вдоль взлетки теперь глубокая канава, прочерченная левым шасси самолета. Сам лайнер, уткнувшись в вязкую землю, стоит в 100 метрах от конца бетона. Это самый, что ни на есть, уникальный случай. Как говорят специалисты, найти заброшенный в тайге аэродром – это все равно, что найти иголку в стоге сена. Но даже эта заброшенная взлетно-посадочная полоса могла не спасти. Ту-154-й не экипаж и пассажиров, если бы деревья были повыше. Вся эта история, как цепь случайностей и совпадений. Начальник вертолетной площадки Ижмы сам удивляется, как эта брошенная 12 лет назад полоса до сих пор не завалена бревнами. Повезло. Это сам Господь направил их на эту полосу. Даже председатель комиссии, расследующий причиной инцидента, говорит об этом как-то неофициально. Видно, не пришло время людям, находящихся на этом самолете, умирать. Судьба называется. Я не помню такой случай. Найти в тайге какую-то дорогу жизни, будем так говорить. Длиной 1340 метров. 7 сентября. Рейс номер 516. Аэродром «Мирный». В Якутии аэропорт Внуково, Москва. Эшелон 10600 метров. Три часа. Полет нормальный. При входе в зону ответственности Сыктывкарского диспетчерского пункта происходит отказ электрооборудования самолета. Командир экипажа Евгений Новоселов успевает доложить об этом на землю. На этом связь прерывается. Из строя выходят оба передатчика. Самый ужасный, самый неприятный момент изначально, потому что мы остались без... Ни нас не слышат, ни мы никого не слышим. Даже приборы навигации, все электрические, которые отказали, электронные. Но диспетчер, если бы была связь, он мог нами управлять и говорить, куда нам? Вправо, влево, вниз, вверх. Без электричества не работают насосы. Через некоторое время экипаж понимает, что в расходном баке топливо осталось на 30 минут полета. Сначала сработала вот эта лампочка, сигнализирует подключение резервного источника. Впоследствии по этим всем приборам, которые вот здесь написаны на периметре, было определено, что сеть постоянно тока не работала. Пилот принимает решение пробивать облачность и искать место для аварийной посадки. Мы решили, что сейчас на безопасной высоте... Просветная? ...найдем просвет, и как только закончится облачность, мы, значит, перейдем на визуальный контакт и будем искать, то есть определимся в своем местоположении и будем искать площадку. Вот тут-то как раз и выручил, ставший теперь уже знаменитым, стаканчик с водой. Федь, можно? Не водка? А то сейчас... Еще, еще побольше. Вот, еще побольше. Стаканчик стоит, да? Делаем крен. Он зафиксированный по стакану. Делаем крен. Куда вода переливается? Значит, крен появился, чтобы выровнять стакан. Это горизонт ровно. А вот это вот ровно, выровнять стакан, опа, значит, крен нужно убрать. Сейчас в кабине пилотов того самого самолета можно без спешки рассмотреть, какие именно приборы тогда не работали. Коммунно-пилотажный прибор. Показывает пространственное положение самолета. Он отключился. Высотомер отключился. Ну, в принципе, был тот, который не электрический, поэтому высоту они контролировали. Положение закрылков отключилось. Ну, все приборы, пилотажные, навигационные, все было отключено. На самом деле, в тот момент времени у экипажа было в обрез. Скорость большая, высота маленькая. Как вот можно сориентироваться? Естественно, мы выходим... А выше нельзя, там облачность. А выше нельзя, там облачность. Мы выходим на эту речку, смотрим, там остров на этой речке. Ну, как остров такая, как бы. Там был раньше аэродром, нам уже местные сказали. Мы решили планировать туда. И уже когда Андрей стал выполнять заход вправо, выполнять, чтобы зайти на эту полу... Ну, как потом, там тоже площадка была, да? Ну, я увидел этот бетонный аэродром. Дальше экипаж работал профессионально. Сделав два облета, Ту-154-й пошел навстречу бетонной полосе. В это время в салоне пассажиров предупредили о посадке. Вышла стюардесса, и стюард начали всех будить, тех пассажиров, которые спали, в принципе, и просили заценить ремни. Сказала, что в иллюминатор не смотреть, смотреть прямо перед собой. Вот так вот делать, и голову, получается, между колен. Выпустить закрылки не удалось. 80-тонная машина коснулась земли на скорости почти 400 км в час, задрав нос кверху. К концу полосы скорость удалось погасить до сотни, но впереди был лес. Когда мы выскочили за полосу и въехали в этот лес, хоть и Андрей сказал, что скорость была 100 км в час. Нет, я уже спокойно. Вот, Андрей был спокойный. А я вот, за весь полет я только, можно сказать, тогда и испугался. Потому что уже стало мне обидно. Ну как так, мы приземлились, мы сели, мы тормозили. Да, и уж неужели в этом лесу сейчас найдется вот такая береза, которая даст мне полбу, и все, и на этом все закончится. И в самый последний момент я сказал, боже, помоги нам. Уже когда мы ломали деревья, уже вот, и самолет установился. Вот как не верить. Увидев по бокам тайгу, пассажиры поняли, насколько необычной была посадка. Выходные пожарные открытыки. Там улица, везде лес. Бывший летчик и житель Ижмы Иван Чупров оказался на месте посадки одним из первых. Тут-то он и увидел пилота в тушке. Они спросили, где они приземлились. Я сказал, что Ижма, где он находится, Ижма это. Они сразу начали звонить в Москву, видимо. Уже позже стало известно, что попытка поднять панику среди пассажиров после посадки была жестко и профессионально пресечена стюардессой. Пилотам вообще большое спасибо. Обалденное, обалденное спасибо пилотам. Всему экипажу, если надо, надо суметь так посадить самолет в лесу. Впрочем, по словам пилотов, во время посадки без жертв не обошлось. Мне кто-то из ребят, там, ну, уже МЧС был, по-моему, или милиция, говорит, так, вы слышите, командир, у нас есть жертвы. Я ничего не понимаю, какие жертвы пассажиров, все это посадили в автобусе, счастливы, довольны. Я говорю, что случилось? Говорит, да зайца задавили. У меня отлегло от души. Шуточки, товарищ майор. Это теперь члены экипажа могут позволить себе пошутить. Их профессиональная работа и необыкновенная удача спасли жизни 81 человека. Уже потом журналисты разыскали записи в журналах учебного центра подготовки пилотов и увидели, что этот экипаж отрабатывал различные варианты аварийных посадок. Нашли характеристики из училищ и встретились с однокурсниками. За время работы показал себя с положительной стороны. Можно сказать, что вот на таких ребятах и Россия матушка держится. Уже сейчас преподаватели летных училищ называют работу этого экипажа классическими действиями пилотов при аварийной посадке. Скорость 400. Где начать выравнивание? Понимаете? До какой высоты снизится? Где начало выравнивания? При нормальной скорости он так в горизонте летит? А если скорость будет меньше, что он вот так вот будет лететь? Со снижением? А вы сидите здесь. У вас капот вот здесь вот практически, и не видно полосы. Счастливый конец в этой истории мог бы и не наступить, если бы, во-первых, самолет летел ночью, во-вторых, была бы сильная облачность, в-третьих, посадку пришлось бы совершать в горах, в-четвертых, не было бы случайно обнаруженной полосы, если бы самолет был другой модели, например, с низкорасположенными турбинами двигателей. Перечислять можно долго, но факт остается фактом. Самолет практически цел, люди остались живы. Ну а в причинах отказа техники разберется специальная комиссия.